Здесь с днём ЧК. Мы все рождением оттуда. И ещё хочу добавить, что это не какой-то ведомственный праздник, а потому что безопасность государственная обеспечивается всем населением государства, касается каждого из нас. Если кто-то думает, что безопасность его собственного дома не зависит от общей безопасности, он жестоко ошибается. Многие на этом поговорили и делают. Поэтому я всех поздравляю. И другие профессиональных людей, в том числе МВД наша замечательная, они что-то забыли в последнее время, что вначале они назывались МКВД, Народный комиссариат внутренних дел. Когда я их поздравляю, вот ГИБДДшник, они говорят, да какой он, он не друзья. Тогда вас плохо учили в нашей школе и академии. Откуда? И ещё потому, что я в городе счастлив, что мне довелось почти 20 лет, отработав в комитете государственной безопасности. Я полковник комитета государственной безопасности в полной отставке, а заключалась вся моя биография. Это заканчивал Баванский институт, инженер-конструктор танков, и поэтому ещё попал жестянщик обыкновенный, попал в комитет, куда меня пригласили. Сам не рвался, а разведки на остановение смотрел. Две трети времени проработал в контрразведке, почти пять лет. Но скажу, этого уже нет. Управление С первого главного управления. С нелегальная разведка. А тогда создавалось диверсионно-разведочное подразделение под названием «Вымпел» для проведения специальных операций за рубежами нашей Родины в Советском Союзном в то время. В особый период, ну, диверсанты, короче говоря, или по западной терминологии террористы. И один из моих пищелей так и сказал, выступая давно, ну, и письмо написал президент, что с террористами нужны бороться террористы, а не кто попал и подложить ездить. Значит, я гордый сейчас, что там прослужил, поэтому единственное, чего, извиняюсь очень, служа в контрразведке, я ни одной песни о контрразведке не написал. И вообще, мало кто не писал, очевидно, контрразведка, самые секретные подразделения, комитет госбезопасности, который был и здесь. Никто и не интересуется, и поэтому и песен нет. Но зато было время, время называлось Афганистан, когда я в составе 4-го каскада, это начало боевой операции. Не верьте, когда пишут книги, что именно Андропов, именно КГБ начало и продолжало 9 лет. Андропов, как раз, был против, потому что подразделения каскад, фал, факел, зениты, ну, операции «Шторм-33-3» сделали свое дело, поменяли правительство. Дальше, а дальше министр обороны все претензии. Мы делали свое дело, и об этом я сейчас пою петь. С самого начала, начиная, я не буду называть, кто автор, кто из своих. Извините, что песни, может быть, окажутся лишним кровавые, но политкорректности в нашем подразделении никакой не было и нет. До самого окончания, а вымпел закончился тогда, когда третий раз, отказавшись стрелять и убивать собственный народ, вот в 93-м году он был передан подразделениям в МВД. Сейчас вентилл есть, он занимается другими функциями. Но многие из тех, кто кричал на площади перед Белым, должны быть благодарны подполковнику Проценко, который вел переговоры о сдаче Роскова и всего этого в Белом доме. Он действительно спас. Ну, кто смотрел фильм, документальный, «Последний довод королей», так это про нас. Про то, чего нет. Поэтому, а я спою про то, что было, и мало кто об этом знает. Но сначала песни общего плана, горжусь еще тем, что все песни, хорошие песни, с самого начала, с декабря 79-го года и раньше, написаны сотрудниками КГБ в Афганистане, про мертвые. А это про нас, про всех. Сто тысяч дорог позади, и снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, 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 а что там еще впереди? Дорога, 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 и сердце свое успокоит. Напрасно, напрасно, у нас просто адрес такой. Дорога, 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 у нас просто адрес такой. Дорога, 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 я выйду живым из огня, а если погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 Останется после меня Дорога, дорога, дорога Сто тысяч дорог позади Леснова далёко, далёко А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога А что там ещё впереди? Дорога, дорога, дорога Действие без хронологии Вот в 83-м году я закончил В должности командира оперативно-боевой группы Диверсион РТ в Афганистане А в 87-м году я отправился В составе правительства делегации В Соединённые Штаты Америки Значит, и вот Уже опять вернувшись к контрразведству Вот песня о своих впечатлениях Никаких там нет Такие же ребята там разноцветные Как и у нас там все От алкоголиков до наркоманов То же самое на окраинах городов Чёрт на чего происходит Менталитет, конечно, другой Нашего менталитета им не понять никогда А их не нам понять вполне Пока не с точки зрения Оперативной психологии От Кабула и до Вашингтона Побродягничать выпало нам Корабли, самолёты, погоны То пожары, то вспышки, реклам Обними на прощание друга Где увидится вновь суждено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Расставание не повод для грусти Просто новых событий виток И речное не высохнет устье Если будем надежен исток И за гранью полярного круга И в пустыне, где всё сожжено Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Наши женщины пусть не стареют Ожидая нас дальних дорог А друзья, даже если сидеют То не позже, не раньше, а в срок И пока что гитара-подруга С неуёмной душой заодно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно Что нам, старый товарищ разлука Мы к разлукам привыкли давно И еще В ходе диверсионная разведка И разведка внешне Это все равно разведка И вот песня называется Майор Иванов Какой безразлично В стране заграничной В одном из огромных Чужих городов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Чтоб быть в русле жизни Он делает бизнес Он враг коммунизма Он в общем аскет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет Как все за границей Он ходит молиться А где-то хранится Его партбилет И не за награду И виллу с оградой На риск каждым утром Тот мистер идет А где-то в Ростове А может в Обскове А может на Волге Семья его ждет А где-то в Ростове А может в Обскове А может на Волге Семья его ждет И может так статься Что им не дождаться Когда он с работы Вернется домой А просто однажды Придут к ним и скажут Он долг выполняем Погиб как герой А просто однажды Придут к ним и скажут Он долг выполняем Погиб как герой Так какой безразличный В стране заграничной В одном из огромных Чужих городов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Остальные если разрешите О том что мало кто знает Мало чего написано О событиях декабря 79 года Живы еще люди Вот к сожалению великому Умер мой командир В импеле Тогда он назывался Дневный учебный центр Операции назывались Каскад Каскад 1 Каскад 2 Каскад 3 Каскад 4 А нас там Кто знал чего-то Звали просто Каскадер Но был Был такой Куос Многие знают его Куосу совершенства Балашиха Наш агнуматор И там он полагается Вот эта песня Называется Гимн Куоса У нас он тоже был гимном Но там все понятно Я не буду Рассказывать Даже сейчас проси А где ваш Шпионский центр Балашихи Тебя привезут Чисто поле Где все это находится Раньше было Как секрет Это уже Подбоевые подразделения Я к тому Что комитет Госбезопасности Всегда Находится В состоянии Боевой готовности За нами никого нет За рубежом Кроме родины Вот ради родины Не за чеченский Нефть Газ А вот ради родины Стоит жить Работать и умирать Мой затих У вздурованного моста КСН Грус специального значения КСН Растаяло в угле Сам падает Нетерпящий удобства Умирает На сырой земле Жаркая Нерусская погода Застывает На его губах Звезды Неродного Небосвода Угасает В голубых глазах Умирает он Не веря в сказки Сжав в руках Разбитый пулемет И к нему На бедренной Повязке Вражеский наемник Подойдет Подойдет Посмотрит Удивится Скинет пистолет Прищурит глаз Скажет Много резал Бледнолицей Русских буду резать В первый раз А в России Доцвела Гречиха Там не бродят Дикие Папуаз Есть в России Город Балашиха Есть там Ресторанчик Пучий глаз По субботам И по воскресеньям Люди в ресторан Идут Гурьбой Среди них Идут Держа Ровнее Парни С удивительной Судьбой Узнают Их по короткой Стрижке По беретам Типа Палахон Их в округе Местные Мальчишки Называют Дягинка Шпион Если Где-то Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пустим Вечным Памятником Саня Проходная Возле Дворни Если Где-то Гром Далекий Грянет В неизвестность Улетят Они Пустим Вечным Памятником Саня Проходная Возле Дворни Здесь Еще Одна Песня Может Кто-то Слышал Хотя Она Ходит Так Незаметно Только Тоже Посвященная Вымпелу Написал Человек Знающий Не Афганец Не Диверсант Но Знающий О том Чего Он Поет Судит Ну Поймете Догадайтесь Там На нашей Реплее Был Весь Земной Шар И Весь Земной Шар Зона Нашей Ответственной Наших Интересов Я Например Должен был Сидеть На Кубе Своей Группой И Все Страны Кантадурской Группой А сверху Донизу Все И если Да Если Скажет То Вы Конечно Ну Знаете Догадываюсь Чего Ну Пример То Что С Амином Так Все Рано Было Сейчас Вот Когда Говорят Что Мы Пошлем Мы Найдем Всех Кто Уничтож Самолет Найдем А Ребята Нет У вас Инструмент Такого Нет А у Нас И Могу Можете Учислять Но Их Не Будет Секрет Операции Выколы По всему Земному Шару А Этот Вот Песня Хорош Песня Он Был Диверсантом Он Дьяволом Был В песках Чернокожей Анголы Полковник Спецназа Работу Любил Хоть Был Не В Ладах С Интер Полковник Спецназа Такой Молодой Агент Великальной Разведки В Огне Не Сгорел Не Пропал Под Водой За Две Боевых Пятилетки В Огне Не Сгорел Не Пропал Под Водой На Две Боевых Пятилетки Ущелье Паншира Под Серый Чедрой Скрывало Славянские Скулы От Страха Его Назвивали Чумой Душаманы Далеких Аллов Потом Никарагуа Куба Фидель Потом Мазамбик Перелеты Потом В Эквадоре На Наркокартель Он Сам Поднимал Вертолеты Потом В Эквадоре На Наркокартель Он Сам Поднимал Вертолеты Полковник Спецназа С Голодным Лицом Налил Стакана И Выпил Полковник Спецназа Был Лучшим Бойцом Голландия С Названием Выпил Полковник Спецназа Был Лучшим Бойцом Командист Названием Выпил В Америке Дельта В Испании Нигал Его Безуспешно Искали А он В это Время Репешку Тягал Из речки На Ближнем Урале А ночью Покинув Родные Места Летел Над Сектором Газа Быть Может В стране Где Распели Христа Сегодня Полковник Спецназа Быть Может В стране Где Распели Христа Сегодня Полковник Спецназа Полковник Спецназа С Холодным Лицом Налил Пол Стакана И Выпил Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием выпил Полковник спецназа был лучшим бойцом В команде с названием выпил Теперь, собственно, еще Почему я так две эти даты сейчас расскажу вкратце? Потому что и Афганистан для меня это КГБ И контрразведка КГБ, и Центр общесвязи пострадал тоже КГБ И это моя жизнь, и самая лучшая часть жизни Даже война в Афганистане, даже три раза я был в Афганистане Два раза как командир боевой группы, один И еще два раза обеспечение безопасности, вывода Вот этим органом, как развезли, наших войск, я говорю, будет больше всего Города, еще там написано Командир груз писали значение 40-го К армии мы никак не относились, но горжусь тем, что у меня есть вот это все А вот как начиналось Начиналось все, в общем-то, штурм Кабула Который, в общем-то, тоже Комитетом государственной безопасности, бойцами Аутса, бойцами Которые, не знаю, они прилетели повышать свое время, а их туда и в Афганистан Ну вот с самого начала А с самого начала я бы хотел начать с песни человека Которую мы называем декабристом, кто в 79-м штурмовал Кабул Карась, вот наши знают, кто это такой А скажу, что его зовут Карась И он жив и здоров Прекрасно себе чувствует этот Карась В одном из городов Восточной Украины Со товарищи решили, что 20 декабря Они будут праздновать День ЧК Наплевав на ОСБ Украины Которые не подчиняют, слово Богу А вот эта песня 27 декабря наносу Можно как угодно относиться Для меня лично это День памяти Потому что желают долгой и трудной кампании в Афганистане Но декабристы, они сделали Вот сделали свое дело Все, что было нужно Родине Все, что был приказ Так вот Приближается эта дата Мы вряд ли не увидимся точно Поэтому я бы как бы без ЧК Но тоже все равно ЧК Без ЧК тут в нашей стране и за рубежом Никто не жил и не дышал Мы всегда И будем Как одному объяснила начальнику штаба Который пытался Две с половиной тысяч штыков У меня, говорит, тут две с половиной тысяч штыков А у тебя 33 человека Говорит, друг мой Мы есть там, где вас не было И будем там, где вас никогда не будет А 30 нас или две с половиной Это не имеет значения Вот такая песня Именно про число, которое Шторм Кабулы или Шторм 333 в общей операции В декабре зимы начало В декабре дни рождения есть Для кого декабрь начало Для кого лебединая песня Для кого декабрь начало Для кого лебединая песня В декабре меня кроха спросит Потирая осявший нос Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз Папа всем ли подарки приносит В новогоднюю ночь Дед Мороз В декабре есть еще одна дата Без отметки на календаре Я тебя целую как брата На кабульском чужом дворе Я тебя целую как брата На кабульском чужом дворе Слезы радости вспомни об этом И друзьям своим растолкуй Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй Отчего нам так дорог это Неуклюжий мужской поцелуй В суету новогодней встречи Вспомним наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребёнок Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребёнок Ну и опять же это начало Конечно это третий по счёту переделок Старый замечательный ещё до военной песни Но она по сути дела и говорит Декабрь 79-го года Бой гремел в окрестность церкового Ночь слепила вспышками огня Не сломала нас и не согнула Видно люди крепче чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам, милей братишка, в талант Чёткие команды приказания И в кармане парочка гроба Вспомним, товарищ, мы Афганистан С залива в пожаре крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как закрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец На косред дымом трещали ветки В котелке варится крепкий чай Ты пришел усталый из разведки Долго шел и столько же молчал Синими замерзшими руками Протирал вспотевший автомат И о чем-то думал временами Головой откинувшись назад Вспомним, товарищ, мы Афганистан С залива в пожаре крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как зарокотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Самолет заходит на посадку Тяжело моторами гудят Он привез патроны и взрывчатку Это для тебя и для меня Знаете же, ребята, мусульмане Ваше дело в том, что мы за вас И не надо лишних трепыханий Будь ходить на мне в последний раз Вспомним, товарищ, мы Афганистан С залива пожаре крики мусульман Грохот автоматов, взрывы за рекой Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой Вспомним с тобою, как мы шли в ночи Вспомним, как бежали в горы посмочи Как загрохотал твой грозный АКС Вспомним, товарищ, вспомним, наконец Теперь почитальные зарисовки Штурм дворца Ташбек Заметки на броне Очевидцы и участники этих событий За грубость простите, война Дело не политкорректно, я же предпреждал Вся история Начнем с Ташбек Вот уже все давно ящики связали А отходовую провели, самолета ждут А ну а нам порванист снова не пускают Срочно нас во дворец в обраку ведут Во дворце нас поселили мрачные хоромы Где от холод до нас не спасал камин Ну а нам порванист мы с холодом знакомы И к тому уже помог водка и ламин С автоматом стоим три через двенадцать С президентом едим плов, манты и изюм Ну а нам порванист все хотят Смеяться во дворце, аж как назло Не одной ханом Уникальные ковры топчем мы ногами Серебро и хрусталь прочно в быт вошли Ну а нам порванист мы ковры видали И прицеленный огонь по праву рубили Перед сменой ее пьем, аж рябинин злится Не дает, так она подержать в руке Ну а нам порванист Коль хотим напиться, можно водку разлить И в каменном мешке Ну а если хотим мы повеселиться Кешмешовки попьем, лезем в жигули Нам тогда порванист в нас автобус мчится Но пуштуну не совладать с наглостью и им После трудных боев долго отдыхали Скоро мы из дворца ноги унесем Нам теперь порванист Коли есть афгани Мы дубленками все ящики забьем Лишь бы только в Москве нас не забывали Терпеливо приказ новой подождем А нам теперь порванист Где бы не указали Мы любому главе бошку оторвем Но это после штурма А сначала был штурм Генштаб, Даташбек, Генштаб, Царандой И на краю приютившиеся там крепость тюрьма Поле Черхи Начнем с тюрьмы Потом до дворца На боевые друзья попросили Я спою Поле Черхи называлось тюрьма Там содержалось огромное количество Родственников-тараки Которые вот Было уничтожено, амином А родственники в тюрьму Значит Имена не важны Все равно их клички и псевдоним Так что мы еще не догадываем К нам пришел в палатку Федя С озабоченным лицом И с прискорбием сообщил Хоть казался молодцом Будем брать мы в чистом поле Отказаться не с руки То ли пули, то ли поле Знают только, что черхи Хоть буржуйки Дров уж нету жарко В споре молодцам Как же врать нам крепости Спорим мы и тут и там Силы как расставить спорим Эх, дебаты велики В этой пули, вели поле В этой крепости черхи Наконец нашли решение Все расселись по местам И теперь уже не в споре Будет жарко, молодцам Понеслись по чисту поле Ох, и стены высоки В этой пули или поле В этой крепости черхи Вот уже оборота близко Засверкали огоньки К нам навстречу Саучицы, в них сидят И их дураки Креки в окне, лев под поле Встречи сауни легки В этой пули, в этой поле В этой крепости черхи Ладно, теперь слов не выпьем Мы в воротах залетели И задумчиво стоим Саужи из пушку лупят По чужим и по своим А Валерка в это время Влез в фекальные силки Прямо в пуль, прямо в поле Прямо в крепости силы Черхи Наконец с небес спустились Оторвались от земли Пулеметы захватили И на фарах завели Попускаем всех на волю Казематы великие В этой пули, в этой поле В этой крепости черхи Только я не знаю как Ну ладно Это же было, что там на войне Там группа Еще нашли Валерку Видим прямо под окном Правда, Женя? БМД и очень пахнет Развороченным Знаете, чем? А ребятам не до смеха Заклебнуться ведь могли Прямо в поле, прямо в поле В этой долбаной черхи Нам запомнится надолго Крепостная эта жизнь Комендант собачий холод Даже мать его, Азиз Поцелуй к куче теток Из семейства тараки В этой поле или поле В этой крепости черхи В этой поле или поле В этой крепости черхи Простите за грубость Но я предупрежу Политкоррекция в Касназе не бывает Никакой И никакого уважения Кроме Кокроди Не было, друзья Так Вот Песня Такая Она характеризующая Откуда мы там все появились Все разные Со всех уголков необъятной земли И у кого какие судьбы Вы бы знали Вот нарочи не придумаешь Вот эта песня Дежурного автоматчика Знаете откуда Узнает сейчас он Который стоит и охраняет Штаб и всех Боевых друзей Который Спокойно отдыхает Прыгающий Прыгающий Маленький патрон Калибр 5,45 ВКС Он бы запрещен потом И в армии нигде А у нас он был Почему-то Хотя 7,6,2 Обычно Гораздо лучше А это Большая рикошета И сразу не убьешь Это Очень Лучше Пулемет Конечно Снайперская Но что было Что дали Тем воевали Вот такая Патрон был Сначально Засмещен Центр тягости Действительно Прыгающий Попадает в плечо Выходит там В противоположной стороне На материнстве Все можно Что тоже было Потом запрещено Как негуманно Ну Нас устраивает О судьбе Которая занесла Чертик куда Про ствол Сейчас узнаете кого Гуманной профессией Человек Между прочим Был И вдруг все Холодный дом Штучит по крыше По стеклам Каплями Извини Застыл Дежурный Автоматчик На мир Ночной Прицел Глядит Стоит Как памятник Гранитный А мы Зайстрой Воды Комбинезон На нем Защитный Под низом Ватные Штаны Я люблю Строение Автомата Нравится Мне Как стреляет Он И роднее Мне Родного Брата Прыгающий Маленький Патрон Шесть лет Медуза За спиною Медуза Судьбу Звладей Куш Вскрыть Шесть лет Потраченных Впустную Назад Увы Не Воротить Почтами Командир Надежа Решает Как нам Дальше Жить Дежурный Автоматчик Леша Огнем Сумеет Всех Прикрыть Пока что Надо Вне Стенит Стоит Он Каменным Столком Преклам Прижался Как Собака Меж Третьим И Вторым Ребром Но Я Люблю Строение Автомата Нравится Мне Как Стреляет Он И Роднее Мне Родного Брата Прыгающий Маленький Патрон И Роднее Мне Родного Брата Прыгающий Маленький Патрон Это Боевые друзья Я Располнитель Песен Афганских И Просто Хороших Полковник Афганский Человек Похоже Наверное Дальше сам и кровь пойдет, никто не хочет служить. Весь генштаб весь в крови. Не уютен Кабул, залит болью и кровью. Не надо? Не надо. Вот такие вот интеллигенты. Ни хрена никто не имеет представления от диверсионной разведки. Все. Кровью добывается. Кажите спасибо, что в 91-м выпил и в 93-м не пошел штурмовать Белый дом. Было бы крови, до хрена, но они бы взяли. Но они отказались, за что были расформированы. Ладно, не хотите прокровить, ладно. Да будем, люди просят прокровить. Там ничего. Ладно, мы прокопили там. Наши шестнадцать партий, мы в спецназ все одеты. Нету братства тесней, и верни, его нету. Отпустили и усы, мы здесь все иностранцы. Хоть чедроты носим, и похож на афганца. Слышит брат тарарам, 6-15 начало, 46 килограмм. Как сигнал прозвучало, и пошли полоскать. С чердака не дам хода, смерти нам не искать. Нынче смерть вошла в манну. Завалили Якуба, повязали министров. Была тяжкая группа, вот без пирта канистру. Но военный трофей, лишь бутылочка скотча. Борода всем налей, даже тем, кто не хочет. Но военный трофей, лишь бутылочка скотча. Борода всем налей, даже тем, кто не хочет. Стало ясно теперь. Нам судьба благосклонна, Круги нету потерь. Мы уходим в холодный. Хоть генштаб весь в крови, Мы пред Родиной чисты. Ты за смерть, за кровь не гори. Нас рассвет этот глистый. Хоть генштаб весь в крови, Мы пред Родиной чисты. Ты за смерть не гори. Нас рассвет этот глистый. Под горячей прошло. По садам мы гуляем, По Сибири родной. И о минных мечтаем. Не забудем Кабу, Тот декабрь не забудем. Как бы ветер не гнул, Верный братству мы будем. Ну и другую еще последнюю. Да сейчас, ну подожди ты, Мердаков. Крови ж гадет, народ жаждет крови. Народ жаждет любви. Это про любовь, песня. Не надо про любовь. Любовь и кровь. Ну морковь еще рифмуется. А чего? Все реально. Свекровь еще тоже. Ну это хорош человек. Это же мать жены. Как же можно свекровь любовить? С кровью. Не важно. Вот такая пельня. Очень хорошая пельня. Это песня о душе. Чего петь-то там? О душе спецназовцев. Комитета государственной безопасности. Здесь под небом чужим, под Коульской лазурью, слышны крики друзей, улетающих вдаль. Ах, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши, по России печаль. День и ночь безразручна, с боевым автоматом, пистолет под ремнем. Как братишка родной, ах, как хочется здесь, обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей. Ах, как хочется здесь, обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей. Нас с зенитом судьба очень крепко связала нам в зените друзей, не забыть никогда. Расплескали мы крови, пока булу немало, и придется еще боль возникнет нужда. Расплескали мы крови, пока булу немало, и придется еще боль возникнет нужда. И вернувшись домой, не забудь эти встречи, прилетев, не забудь, как вершили дела. Не забудь ты друзей, не забудь ты их плечи, их поддержка тебе счастье убой принесла. А здесь под небом чужие, под Кабульской лазурью, слышны критики друзей, улетающих вдаль. Ах, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом в глуши, по России печаль. Не пролитая кровь и пролитая в девяносто первом, девяносто третьем. Это пролитая кровь в Афганистане. Потому что не надо быть большим мудрецом и политиком, чтобы четко очень... В 89-м закончилась война в Афганистане, в 91-м произошло то, что уже произошло. И с тех пор только хуже и хуже. Дорогой был удовольствие, но Афганистан был нужен. И там... Это замполитие, интернациональный долг. Никакого крючков, провожая нас в последнем, как бы я сказал, никакого интердолга. Вы не на дядю едете работать, а на родину. Это работа с позиции третьей страны против другого... С позиции Афганистана по третьим странам. Диверсионная разведка или разведка специально назначительная. А лирика была, несомненно, и любовь была. Любовь выше крови. Так, когда вот такое есть про любовь. 24-го года войны. Это с 82-го на 83-й год были живы друзья мои, многие вертолетчики. А лучшие друзья наши были вертолетчики. Вот Сашка всем привет сюда брался. Доехал и благополучно прописывается в России. С всей семьей с Украины. Это был вертолетчик. Боевой вертолетчик в прошлый раз был. Значит, значит, вертолетчики. Не слышал невесом кружиться. Снег над крышей затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притикшим. И под его мотивом уходит старый вальс. Что было в том году, что было в том году. И старые тревоги, да мины под ногой, да пули уиска. Да новые друзья, да старые тревоги, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули уиска. С гвоздей гитару снял усталый вертолетчик. Настроил лугу не сон, за гордыми души. И добрый старый вальс среди афганской ночи. И мысли, и сердца, и звезды закружили. И добрый старый вальс среди афганской ночи. И мысли, и сердца, и звезды закружили. Плывет, качаясь вальс над тревогими горами. Не слушая войны, не ведая границ. Мы грезим наяву, любимыми глазами. Пожатьем нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву, любимыми глазами. Пожатьем нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой хриплит. Плывет, качаясь вальси. Кончающийся год не зарастет пыльем. Играй, пилот, играй. О том, что будет дальше. А мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, теперь облака. И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. Среди тревоги спит городом. Я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул почистом. Хоть я с вами совсем не знаком. Недалеко навсюду мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Ну скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем мы слышим. Невесом ложится снег над крышей. Затянут, но по бокам полночный насвод. Завучит случайный вальс над модулем притихшим. Ибо его мотив приходит мой вальс. Спасибо. Спасибо. Была написана серия писем, не отправленных. Писем на родину. Любимой женщине, жене, у кого кто был, матери. Этот мир без себя он называется. Афганская песня. Действительно, мир удивительный. Я сел в горах, а потом спою. Прогород удивительный. И там все удивительные. И удивлялись, что мы там есть вообще-то. Местные жители. Собственно, из-за войны. Черт тут. Ведь это наши горы. И наши тоже. У нас там интересно. Ну, не важно. Вот такая песня. Этот мир без тебя. Просто серые скалы. От палящего солнца. Не спрятаться в день. Где и душманские буры. И в тревожных рассветах рождается день. Где и душманские буры. И в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя. Перечеркнут ракетой. И погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь. Пулеметные ленты. Караваны тропою. И чем-то еще. Здесь измерена жизнь. Пулеметные ленты. Караваны тропою. И чем-то еще. Этот мир без тебя. После рейда усталость. Ненависанных писем. Скупые слова. Здесь в сердцах уживаются. Яжесть и жалость. Но по-прежнему в сердце. Надежда жива. Здесь в сердцах уживаются. Яжесть и жалость. И по-прежнему в душе. Надежда жива. Этот мир без тебя. Неизменен и вечен. Мир нежданных разлук. И случайных встреч. Здесь ремни автоматов. Врезаются в плечи. И звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов. Врезаются в плечи. И звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя. Он разорван войною. Эх, выстрелу вскачет по склонам крутым. Этот мир без тебя. Все же полон тобою. И становишься ближе. Далекая ты. Далекая ты. Этот мир без тебя. Все же полон тобою. Становишься ближе. Далекая ты. Значит, на войне никогда ничего не знаешь. Ни в чем нельзя быть уверенным. Вот только в том, что есть задачи, ее надо выполнять. И она не изменится. Здесь, конечно, не придет. Отрицающий приказ. И я написал такую песню. В общем-то, недавно, просто вспоминаю. Пытаюсь помнить то, что было 30 лет назад. Это очень сложно, потому что ощущение не те. Взгляд на войну не тот. Но остались боевые друзья. И остались. Эта песня называется «Маршруты судьбы». Это песня о группе спецназа, которая уходит в горы. Очень высоко, под самые облака. И чем все это закончить не знает, но есть приказ. Вот такой песня. «Маршрут судьбы» называется. «Маршрут судьбы» «Мори горного бомира». Где на маршрутах судьбы Дверстовые столбы Не укажут дорогу к победе. Где на маршрутах судьбы Только горы и мы И никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир Уточнять маршруты и задачи А мы сидим, глядим на этот мир Наш маршрут еще не обозначен Вот такая, братцы, постарали На войне есть тоже постарали Занесло ребят в такую даль Орлам, что в воздухе кружат С высоты он кажется букашкой На армии добычу стерегут И морлам плевать на вертолеты Лички турбины скоро заревут И поднимут в небо нашу роту А там на маршрутах судьбы Дверстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршрутах судьбы Только горы и мы И никто ни за что не ответит И внизу раскинутся поля Стеганым на скутным одеяло Скутное, но все-таки земля Лучше, чем снега за перевал Нас вертушки высадят, уйдут Прыгудев натруженно винтами И ребята встанут на маршрут К точке где-то там под облаконами А на маршруте судьбы Дверстовые столбы Не укажут дорогу к победе На маршруте судьбы Только горы и мы И никто ни за что не ответит Я горжусь тем Была одна песня написана И то не чисто про женщину Чистую афганку А про синегладовую шураве Вы знаете эту песню Я написал другую Поплоть, по просьбе Головпура И настояние моего друга Замечательно Афганскому 8 раз заезжал Авторы книги, кто читал И кто у кого она есть Олега Ивановича Буралева Значит Две книги он Две книги он Адвардов Адвардов утвердил Которую он не принял Но одна по просьбе Уже на Вагадебольск Мне позвонили и сказали Головпур тогда И сказали Игорь Николаевич Вот напишите Что же там Артем Буралик писал В Гонке Что вы все предатели, сволочи Напишите Говорят, мы же оставили А мы оставили там много тех Кто был нам Приятным и верен И были хорошими друзьями И они говорили Сами афганцы Да, вы уходите А надо еще бить Ну Песня такая Про афганку Значит Афганскую Звали женщину Тут Махтуба Да не женщина Просто девчонка Как тростинка Тонка и слаба Ты тащила меня Поворотком А потом Разорвав Паранжу Бинтовала Горячей Радой В кишлаке Под названием Анжу На колонном пути Под Ахшану Махтуба Словно ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года За счет Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Вспять Помню Родичей Стойку Твоих К небу Тянущих Смуглые руки Ты сказала Одно Шуравей И они Отшатнулись В испуге А потом Полевой Медсанбат И врачей Утомленные Лица Я хрипел Им Где мой автомат А он Не скоро Теперь Пригодится Да не нервничай Все при тебе Тут какая-то Фея Из сада Принесла Поутру КПП Пистолет Автомат И гранат Махтуба Словно ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года За счет Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Вспять Вот и все Я вернулся домой Затянулись Военные раны Только как-то Смешалась С судьбой Да девчонка Из Афганистана Я не помню Почти ее глаз Что запомнишь Придомом Тумане Может кто-то другой Меня спас А может вычитал В старом Романе Только ветер Поет Махтуба И куда-то Зовет Махтуба Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Махтуба Снова ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года За счет Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Как-то так получилось Что три даты Еще там Мы же тут начали Вот с вами Война не закончена Первая мировая Но я хочу еще Сказать Что разведчиков Контрразведка Праздник сегодня Военных контрразведчиков Это та же ответ Но по-моему Самая старая Она была еще При царе Гореке Военная контрразведка И достойные люди Служили в военной контрразведке И там И в белой гвардии Занимаюсь историей Белой гвардии Они потом служили у нас И вот это вот Конючика Хотя отнюдь не чекисты А просто Люди военные Контрразведчики Разведчики Я спою песню Ушедшего от нас Рано Друг замечательного Сергея Который Гордеева Старшего прапорщика Ветерана ФСУ Писал замечательные песни Мы их пытаемся Как-то сейчас Систематизировать Но не важно Это песня Офицера контрразведки Белой Контрразведки Который попал в плен А вот слова Ну вы сами разберетесь И те за Россию И те за Россию Но когда читаешь Воспоминания белых офицеров И не офицеров 26-го, 24-го Понимаешь Что же мы натворили Там не мы и наши Деды и прадеды Потеряли лучших Полный георгий Кавалеров За что? За первыми разами Ну вот так Отвечается военный контрразведок Может мне не поднимать Сергей Гордеев Я у стенки стою Офицер полковой Контрразведки Принят душу мою После залпа Прицельного бог А в зенице поют Тупо прыгают с ветки На ветку Ждут солдаты В строю Трехлинейки Поставив Ты прости Меня Россия За любовь мою За веру Был я белым Рабеспьером Не щадил Твоих врагов А теперь Меня схватили Наградили Высшей мерой Только русских Офицеров Ты чекист Славить не смог Он осечки Не даст Механизма Слинисто Послушный Пуля Дура Сейчас Прямо в сердце Ужалит Меня Но Завязывать Глаз Мне Товарищ В кожанке Не нужно Нынче Вы Завтра Вас Расстреляют Мои Уплетенят Ты прости меня Россия За любовь К тебе За веру Был я Белым Рабеспьером Не щадил Твоих Врагов А теперь Меня Схватили Наградили Высшей Мерой Только Белых Офицеров Ты чекист Славить Не смог Мать Россия Моя От меня Не услышит Ни стона В этих Детих Краях Обрету Я свой Вечный Покой Передайте Друзья Сыновьям Ордена И погоны Пусть Не дрогнут В бою За свободу Страны Дорогой А я У стенки Стою Офицер Полковой Контрразведки Принято Душу Мою После Залпа Прицельного Бог Осиницы Поют Тупо Прыгая С ветки На ветку И ждут Солдаты В строю Трехлинейки Поставил У ног Прости Что я не добежал Прости Что я не добежал Ой Тяжелая песня Ладно Только начало Ну ладно Это тяжелая песня Сам ее написал И жена у меня ненавидит Не то что ненавидит Тяжелая песня Ну да Любитель женщины Пусть женщины плачут Я записывал Четыре часа записывал Эту песню Первая кассета Первый диск В 2007 году Желесер выбегал На студии Мелодия В Москве Выбегал Подожди Иди побегать Который Чего Все женщины плачут Там сидят А там еще Акустик У них операторы Все Нет ничего Ладно Договорились Кровь или без крови Но Это все Комитет госбезопасности И мир и война Глазами Офицера Комитета госбезопасности Описывает события По части Которые Мне довелось бы Прости Что их Не добежал До вражеского Цута За сто шагов Прицел Попал Чужого Пулемета Прости За то Что в том бою Не думал О тебе В чужой стране В чужом краю На выжженной Я жизнь Любил Как никогда В походах Лень В атаках Моя звезда Твоя беда Поправка К зодиаку Прости За лучшие Года Возможные С другим Прости За то Что никогда Никто Не повторим А тот Студент Соперник Мой Очкарик Книгачей Прости Его Что он Живой А я Уже Ничей Не доискаться До причин И смысла Бытия Прости Что первенец Твой сын Похож Не на меня Когда придут Мои друзья Покаяться За брата Прости Их Нежная Моя Они Не виноваты Что Не спасли Не заберегли Поверь Не беда Свершили Что Могу Но Верх Взяла Война В одной Шеренге С ними Я Под пулями Душман Ходил В атаки За тебя В стране Афганистан Если А ты Верил В тот Народ Который Защищал Прости Мне Вражей Пулемет И Чтоб Не Набежал Прости Мне Вражей Пулемет И Чтоб Не Набежал Любой Как Я Увидел Но Такой С Обступлением Небольшим Кто Пуль Песню Пули Слышал Хоть Бы Раз Поймет Спросите Каждого Из нас Что В мире Нет Прекраснее Напела Когда Она Сторонкой Пролетела Свою Ты Не Услышишь Никогда Бесшумно Как Подучая Звезда С последним Ощущением Тревоги Она Тебя Отыщет Среди Многих А потому Под пулями Не гнись Не удлинишь Таким Маневрам Жизнь А надо Просто Двигаться Вперед Сомкнуть Ряды И Кто Небудь Дойдет Вот Придет Песня Меземля От Ручья До Соловья Композиторы В идеях Утонули Но Однажды Вышла Друг Нам Почувствовать На слух Песню Пули Песню Пули Но Однажды Вышла Друг Нам Почувствовать На слух Песню Пули Песню Пули Мы узнали Старина Как умеет Петь Война В Кандагаре Под Акшане В Кабуле Под аккорд 5.45 Смерть Выходит Исполнять Песню Пули Песню Пули Под аккорд 5.45 Смерть Выходит Исполнять Песню Пули Песню Пули И Рикошет От земли Пули Прыгают В пыли И вон Фонтанчики Кому-то Потянулись Не долет Ли перелет Но Кто-то Жизнь Оборвет Песню Пули Песню Пули Не долет Ли перелет Но Кто-то Жизнь Оборвет Песню Пули Песню Пули Было дело Бойка Ремел Каждый Честен Был И смел Мы Не дрогнули И Вспять Не Повернули Ни за деньги Ни за страх Вот и слышим Мы во снах Песню Пули Песню Пули Ни за деньги Ни за страх Вот и слышим Мы во снах Песню Пули Песню Пули Вредят Песнями Земля От ручья До соловья Композиторы В идеях Утонули Но Однажды Вышло Друг Нам почувствовать На слух Песню Пули Песню Пули Но однажды вышла дорога, Нам почувствовать на слух песню пули. Зло в жизни виднее. Ну что, просто веселее. Представь себе, выходим в горы. Если вам однажды перед рейдом в горы Не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то ходит вовсе голый С вами в общем незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали Полетели лихо, камни догоняли, Вспомните, что раньше вы так не летали, И, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дугане, это их супермаркет, Если вас в дугане нагло обманули, Если гнев невольно сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пули Их на все дуганы хватит. Вспомните о них. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, Если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, соберитесь силой, Ну и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, укус там, успели, вкололи, вызовы, пошел. Последний куплет страшнее. Гораздо. И самый страшный последний. Женщины, как всем вам, Войдите в положение, представьте себе, На что приходится пойти от вас далеки. Если вам замены нету из Союза, Если не пускают, свидятся с женой. Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет он прожил с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. А что делать? Только улыбаться. Значит, Скорее, а Чичилов, Фаранжер, спортивный? Чичилов, Фаранжер. Да. А, да, 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 да. Да, Чичилов, да. Хорошо. Значит, Это первое впечатление От Афганистана четвертого каскада. Нет, две это было. Потому что, ну, сейчас скажу. Это четвертый каскад доблестный, Самый большой. За всю историю каскадов Чикистского войсковых операций Он думал, что он устанет. И вот туда я попал. К Негру. То есть, не к Негру, А куда далеко, Где Четырегранец сходится, Бадахстан. Значит, И там Первый раз занесло снегом. А вот впечатление. Назвали все каскадеры. Это был как пароль. Вертолетчики, летчики. Там, Я партийный советник. Другие не надо. Перегружен. Я, ребята, Искаться отдыхать. Значит, Вертолетчики, друзья, Вышли там. Так вот, значит, Вот первое впечатление. Ну, надеюсь, Все знаете здесь. Ханук, Духтарь, Разницу понимаете, да? Ну, это то, что Между девушками и женщинами. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, То дувал, то забор. За дувалами Ханун и Духтарь, А над крышами солярный югарь. За дувалами Ханун и Духтарь, А над крышами солярный югарь. И шаги орут с утра, Да темна. И в мечети подрывает мула. И слоняются весь день рафики, От базара и до кокчевики. И слоняются весь день рафики, От базара и до кокчевики. А это что за чучело в парамже? Двух валов гоняет вдоль по меже. Ах, эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. Ах, эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. Здесь не ведая тревог и забот, В чихане чей гоняет народ. Обсуждая целый день, что почем, А душманы вроде им нипочем. Обсуждая целый день, что почем, А душманы вроде им нипочем. Автомат, а у даканщиков Посмаческий вид, Ободрать тебя любой и наив. Дай бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Дай бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Автоматы зажалели давно, Про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас, Но, слава богу, в БТР на ходу До Майдона как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, Их не дадут загнуться мне от тоски. Да, мы сейчас заканчиваем, У нас скоро выгонят кровавые песни. Ты тоже не встречи, да и ты тоже не встречи. Да, я тоже встречи. Да ладно, у меня же хватит. Дорогие друзья, дорогие, Следующее наше собрание здесь.